Максим Сазонов Максим Ларин с первого дня Значит ему наказание в виде решения свободы сроком на 8 лет С лишением права заниматься деятельностью Связанным с управлением транспортными крестами Сроком на 3 года С однованием наказания в исправительной колонии общего режима Ровно 3 месяца вся страна ждала Какое наказание понесет заслуженный артист России Михаил Ефремов 8 июня он стал виновником смертельного ДТП В 21.38 Михаил Ефремов вышел из этого бара в Плотниковом переулке И сел в машину Но вместо того, чтобы ехать домой А живет Ефремов рядом тоже в Плотниковом переулке Артист поехал мимо Набрал скорость и выехал на Садовое кольцо И вот на этом участке Вместо того, чтобы повернуть направо Артист на полном ходу Пересек двойную сплошную И лоб в лоб врезался в фургон Доставщика еды Сергея Захарова Как уже установили эксперты Ехал артист со скоростью 80-90 км в час И тормозного пути на месте аварии не было Михаил Ефремов даже не пытался избежать столкновения Суд внимательно изучил и эти кадры И многочисленные записи, сделанные очевидцами ДТП В общей сложности более 7 часов видео Он говно пьяный Заменитый актер, он бухой На месте аварии несколько часов работали сотрудники ГИБДД Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги За кадром голос очень похожий на голос Ефремова А сказанную им фразу можно трактовать Как попытку дать полицейскому взятку Также деньгами артист пытался спасти жизнь Пострадавшего в аварии человека Я его вылечу Вылечите? Вы же не доктор Ну зато мне деньги Сразу после ДТП полицейские возбудили уголовное дело По статье нарушения правил дорожного движения Повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью В тот момент Сергей Захаров был еще жив Врачи несколько часов боролись за жизнь Сергея Захарова Но тщетно Травмы оказались несовместимы с жизнью Утром 9 июня он скончался Уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую статью За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека Ефремову грозило до 12 лет тюрьмы Отягчало вину популярного артиста и то, что в момент аварии он был пьян Эксперты нашли в крови Ефремова не только алкоголь более двух промилле Но и наркотики, кокаин и канабиоиды Сотрудники госавтоинспекции не только быстро прибыли на место Но также они настолько грамотно оформили дорожно-транспортное происшествие Что в дальнейшем при даже тех попытках, которые пытались предпринять некоторые И сделать из этого следствия цирк Это им не позволило, потому что все было зафиксировано настолько грамотно Что фактически у следствия не было разночтения относительно той ситуации, которая была Первое объяснение мы услышали от Ефремова на следующий день после аварии То же самое Ефремов сказал исследователям Тогда вообще казалось, что все очевидно Особенно после публичного извинения, которое Ефремов принес родственникам погибшего Вообще непростительно садиться по пьянке за руль Когда в результате гибнет невинный человек Хороший мужик, мой ровесник Но вскоре актер полностью изменил позицию Его адвокатом стал Ильман Пашаев, который строил защиту по принципу Пусть обвинение докажет, что за рулем был Михаил Ефремов И артист внезапно заявил, что не помнит детали аварии И не исключено, что за рулем сидел совершенно другой человек Однако следователи московской полиции собрали достаточно доказательств вины Ефремова В ходе расследования по уголовному делу Организован и выполнен комплекс следственных действий Назначены и проведены все необходимые экспертизы Для полного объективного и детального исследования обстоятельств происшествия В частности, экспертиза показала На подушке безопасности, раскрывшейся с водительской стороны Следы слюны, крови и пота Ефремова Господин Ефремов говорил, что он сидел на пассажирском сидении Он каким-то образом обматывался так ремнем безопасности Что этот ремень оставил след именно на той стороне, где он оставил След шел слева направо И когда мы принесли ремень и предложили господину Ефремову продемонстрировать А как же этот ремень может оставить след безопасности Мы услышали в ответ Мой съемочный день стоит очень дорого Я ничего этого делать не буду Александр Добровинский опубликовал в сети вот эти кадры Очевидцы аварии помогают Ефремову выйти из машины Именно со стороны водителя Свидетели, которые помогали Ефремову выбраться с водительского сидения Были допрошены сначала следователями Затем дали показания в суде В этот момент вдруг помог выйти Пострадавший на черного джипа Я подхватил его за руку И уехал с проезжей части и посадил на конкурс В каком-то из присутствующих водителя водителя в черного джипа? Да, в автюрном джипе Адвокат Ефремова, в свою очередь, привел в суд своих свидетелей Гаева, Копца и Бодосяна Которые якобы видели артиста, покидающего свою машину с пассажирского сидения В итоге эта версия не выдержала критики А сами свидетели просто сбежали сразу после заседания Машина Михаила Ефремова до сих пор обмотана пленкой Главный вещдок эксперты скрупулезно обследовали внутри и снаружи По их заключению, внедорожник артиста был исправен А все повреждения – результат ДТП Суд с этим согласился, но Эльман Пашаев привел на заседание своего эксперта Который сообщил, в аварии виноваты сгустки энергии и хакеры Судья заявила, что эта теория не вызывает доверия В какой-то момент судебные разбирательства превратились в шоу Адвокаты соревновались в респектабельности своих автомобилей и дороговизне костюмов Обвиняемого с подозрением на инсульт госпитализировали прямо с очередного судебного заседания А в представлении на улице перед судом не участвовал только ленивый Кто-то выставлял одиночные пикеты, кто-то эпатировал публику целыми компаниями Мы за честный суд Если он виновен, он понесет наказание Мы за справедливость А кроме этих фраз у вас еще что-то есть? Есть, но мы вам не покажем Одни волшебники молча колдовали над фотографиями участников судебного процесса Другие навязчиво делились с журналистами своими видениями Я много чего знаю, вот Поэтому остается только догадываться В толпе на ходулях ходили мимы, шаманы били в бубны Сторонники и противники подсудимого едва не дрались, отстаивая свою правду Садить нужно его За что? За то, что он пизденный и наркотенный катался А ты сейчас трезвый? Нет На прениях сторон прокурор запросил для артиста 11 лет лишения свободы Тогда же Ефремов снова признал вину, правда, с оговоркой Если это сделал я И прямо в зале суда прочитал стихотворение собственного сочинения в память о погибшем Сергея Захарове Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть, все, что будет потом, только во имя твое При вынесении приговора суд учел признание вины и смягчил наказание до 8 лет лишения свободы Я отчеркиваю Ефремову, говоришь, ты получишь 8, он сказал 10, я получил 8 Суд первой инстанции, давайте подождем до касаться Потерпевшая сторона сочла приговор справедливым Благодаря этому суду над Ефремовым Мне кажется, что некоторые люди все-таки задумаются Известные люди, что все-таки суд есть И они могут оказаться в точно такой ситуации И может это будет предостережением, что все-таки не все позволено всем богатым и знаменитым Впрочем, это еще не конец Свидетелям защиты Кобицу, Гаеву и Бодосяну может грозить уголовное дело Если их показания во время судебного разбирательства были ложными Хочется отметить профессионализм и гуманность полицейских следователей Которые не только в качестве меры пресечения избрали домашний арест для пожилого актера Но и быстро и качественно провели расследование Не вдаваясь в фарсовую, давайте будем объективную, грязную перепалку со стороны защиты в лице Эльмана Пашаева Михаил Ефремов уже оспорил приговор суда первой инстанции Ждать решения Мосгор суда заслуженный артист будет в СИЗО Наручники на осужденного Ефремова на деле сразу после оглашения приговора Максим Ларин, Марсель Нургатин, Андрей Чернинок, Арсений Лариохин и Сергей Емельянов Петровка, 38 На сегодня у меня все, до встречи через неделю, берегите себя